Спортивные соревнования и конкурсы, мастер-классы по раскрытию преступлений и оказанию первой помощи, обучение приемам самообороны. Все это лишь часть насыщенной программы для школьников. Поучиться у профессионалов своего дела съехались ребята с кадетских и общеобразовательных школ Барнаула, Бийска, Олейска, Горняка, Троицкого и других районов нашего края. Каждый участник смены в лагере оказался не случайно. Я пришел в школу номер 53 с правоохранительным уклоном, потому что я собирался поступать и до сих пор собираюсь. У меня цель поступить в Новосибирское высшее военное командное училище. 53-я школа дает возможность знать все моменты строевой подготовки, огневой, криминалистика и работа в команде. Участники смены почувствовали себя настоящими борцами правопорядка и погрузились в атмосферу полицейской жизни. А как найти преступника по горячим следам и подружиться с немецкой овчаркой и верным помощником следствия, рассказали и показали кинологи. Все, то есть я его не направлял, ничего. Закладка. Собака сейчас замлет на этом запахе. Побывать на огневом рубеже, сделать меткие выстрелы и совершить марш-бросок. Действие, которое под силу только слаженной команде. Ну, здесь прям мне понравилось, потому что здесь все так быстро и, ну, действительно, после вот этого задания, после марш-броска мы стали как-то сплоченнее, потому что там все вместе, там где-то помог, где-то подсадил. Также мне понравилось еще задержание бандита, когда надо было провести следствие и найти человека, который украл машину. По итогам смены и спортивных состязаний первое место заняла команда из Михайловского района, второе взяли ребята из Горняка, а третье из Троицкого района. К сожалению, барнаульских ребят в этом списке не оказалось. Однако они пообещали наставникам, что следующим летом покажут высокий результат. Мария Мацаева, День с толком. Мария Мацаева, День с толком.